В понедельник, 12 декабря, произошли обыски в вашем кабинете, в кабинете ваших сотрудников из полкома. Насколько я знаю, в вашей квартире. Вы уже делали заявление для прессы, тем не менее, я бы хотела вас попросить еще раз рассказать, что это было. Ну, ни для кого не секрет, да, то есть это уже стало достаточно таким фактом известным, избитым. На самом деле прокуратура ССБУ выполнила свою функцию. У них было решение суда, проверили кабинеты, заместителей, помощников, мамы, родственников, приехали в Киев, то есть провели обыски. Что искали? Ну, прежде всего, как я понимаю, по тем решениям суда, искали большое количество наличных средств, драгоценных каких-то вещей. То есть, скажем так, как я понимаю, то, что насоветовали или нарассказывали, в чем пытались убедить или убедили наши оппоненты. Следствие прошло, забрали личные вещи, телефоны, айпады, компьютера, какие-то блокноты, то, что, ну, ежедневники. Вот, позабирали то, чего, в принципе, хотели найти, на что были настроены. То есть, в принципе, было понимание, что ищут большое количество наличности. То есть, спрашивали деньги, просили открыть сейфы, спрашивали, есть ли какие-то наличные деньги. Естественно, что-то понаходили. У кого-то там 2000 долларов было дома лежало, у кого-то какие-то еще суммы. Но это совсем как бы не те суммы, на что была нацелена или настроена, скажем, рабочая группа, оперативная группа, которая пыталась что-то найти, которые поставлены были задачи. Ну, я знаю, что обыск проходил и в вашей квартире. Да, конечно, проходил, да, в квартире в Киеве. Проверили, посмотрели, вот, ну, вопросов не возникло. Что-то нашли, что забрали вообще? По-моему, фактически ничего, какие-то там небольшие личные вещи, какие-то записи, какие-то, ну, то есть, что-то, то, что их интересовало. Какие-то там отчеты, учеты, то есть, какие-то такие вещи, которые, ну, у супруги, как у частного предпринимателя есть там какие-то, ну, отчеты. Уголовное дело возбуждено? Я понимаю, что сейчас, на сегодняшний день, они, следственная группа работает и они подозревают. И на основании этого, то есть, есть обыск. А в чем вас подозревают? Смотрите, у меня за 2015-2016 год, на самом деле, значительно больше, просто они другие периоды не брали, у меня было денежное движение на моей и на супруге карточки, финансового ресурса, который я не отразил в декларации. Не отразил по одной простой причине. Мы связывались со специалистами, мы разговаривали с поддержкой при заполнении электронных деклараций. И вопрос в чем? Средства, которые вы занимали физическому лицу, если это вы не являетесь собственником бизнеса, если вы не получаете какой-то доход с бизнеса, это не подлежит декларированию. То есть, если бы мне отдавали эти деньги наличными, то фактически и вопрос бы не возник. И хочу обратить внимание, что, в принципе, эти операции, о них знали в течение года. Со мной разговаривали, со мной мне задавали вопросы руководители, я давал пояснения и вопросы снимались. Вопрос в том, что эти же вопросы подняли в тот момент, когда мы начали вопрос исполнения объединения территориальных громад и поехали по селам, когда нас пригласили жители, мы начали ездить по встречам. То есть, я это связываю именно с этим. Ну, если я не ошибаюсь, то в разработке правоохранительных органов вы находились последние два года, а вот ездить по селам вы начали в декабре. То есть, вы все равно считаете, что и два года назад ваши оппоненты уже думали, что вы будете опасны для них? На самом деле, все началось с того момента, как мы выиграли выборы. То есть, меня пытались посадить, и они об этом не скрывали, на выборы. С Божьей помощью мы победили, люди поддержали, и ничего не случилось. Мне один из прокуроров говорит, ну, говорит, фантастика, еще вчера должен сидеть в фирме, а сегодня мэром стал. То есть, скажем, не готовы были некоторые правоохранители видеть меня в этой должности. Ну, так получилось, что шло время, менялись руководители, этот прокурор уже работает совсем в другом месте. Мы с ним встречались, как бы смеялись над той ситуацией. Вот, но остались наши оппоненты, которые сегодня, ну, не видят нас здесь, и, мягко говоря, не сильно, или совсем не видят уже в районе. А, скажем, тот план, который предусматривал изначально объединение громад на две, с центром в Покровске и с центром в Мирнограде, предусматривает наши встречи и общения с жителями сел, поселков, прилегающих, ну, потенциальной громаде. Поэтому, когда к нам жители начали обращаться, естественно, мы поехали и начали встречаться. Хотя, хочу обратить внимание, что мы не спешили, мы не спешили, и планировали это на весну, потому что у нас есть еще полгода для объединения громад. Для нас было большой неожиданностью и тот факт, что до 9-го числа были поставлены во все советы задачи в 20 поселковых советах объединить, проголосовать депутатам и сдать документы. То есть, это шло в разрез плана, решение это было принято, и планировали сделать это, минуя обл. администрацию, напрямую через Киев, вплоть даже через суды. Почему? Потому что была бы нарушена только процедура, а закон не нарушен, то есть добровольная. На сегодняшний день громады сегодня могут объединиться только добровольно. И потом бы пришлось отбиваться в судах, ну, и сами понимаете, неизвестно, чем бы это все закончилось. Так, ну, завершая дело обыска, вы хотите сказать, что все нормально? В Мариуполе вас ждут на допрос или уже нет? Смотрите, меня приглашали, меня не на допрос приглашали, меня, вы знаете, пригласили приехать побеседовать. Я с удовольствием сказал, приеду побеседую, но у меня сейчас очень плотный график, конец года, отчет, и когда будет возможность, я приеду. Но допрос меня не вызывали, меня приглашали побеседовать. Я понимаю, если меня будут приглашать для каких-то, мне, наверное, выпишут повестку и официально пригласят. То есть на сегодняшний день никаких таких процедурных, ну, вещей не было. А СБУ вас ждет для беседы или прокуратура? СБУ приглашала. СБУ вас приглашала? СБУ приглашала, позвонил Виталий Юрьевич, говорит, не хотите ли вы приехать? Я говорю, очень сильно хочу, но у меня конец года, отчет, планы, бюджет, опять отчет, встречи с избирателями по громадам. Поэтому, говорю, пока график плотный, освобожусь тогда, наберу, мы с вами спланируем. Виталий Юрьевич это? Виталий Юрьевич это руководитель службы безопасности в городе.